Но вот у нас Павел есть, и есть его мысли. И он хочет сказать, что такое настоящая религия. Для Павла религия больше о вопросе моральности и этики. Это не вопрос, о, вот эту молитву вы должны сказать на иврите, латыни и греческом. Для Павла не было важным зажигание, воскурение благовоний и статуи. И это не говорить Иешуа вместо Иисуса. Для Павла настоящая религия, или скорее вера, это касалось то, что происходит внутри нас. Это более для нас быть моральными и этичными людьми. Ожидать, чтобы нас водил и слышать Духа Святого, быть ведомыми Духом Святым. Итак, мы все уже знаем, что Павел хотел, чтобы было разнообразие в церкви. И он учил об этом, но если вы понаблюдаете за тем, как он излагал, то он его речи, он настаивал на этом. Уже сразу настаивал с первых писем. И 17 стих говорит, посему я говорю и заклинаю вас Господом. Он говорит, хотите знать, что есть истинная вера? Чтоб не поступать, как поступают тупые и глупые язычники. 18 стих говорит, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так как делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Послушайте, я был в Ефесе. И я был в археологических вот этих раскопках внутри домов. И если вы посмотрите на мозаику, выложенную в этих домах, это порнографические картинки. И он говорит, вы хотите поговорить о настоящей религии или вере? Послушайте меня. Настоящая вера имеет больше вопросов с контролем твоей личной жизни. И избегание аморальности, убегание от моральности, удаление от аморальности. В 21 стих, потому что вы слышали о нем, и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Павел говорит, хотите о настоящей вере поговорить? В Америке есть марка джинсов, которая называется «настоящая религия». Я не знаю, продают ли их здесь в Украине. Есть такая марка одежды «настоящая религия». И Павел говорит, хотите настоящую веру? Хотите одеть настоящую веру? Поэтому отвергнитесь, снимите себя в ветхий стиль жизни. А 23 говорит также стих «и обновитесь духом ума вашего». И облечься в нового человека. Созданного по Богу в праведности и святости истины. Он говорит, хотите поговорить, что значит по-настоящему быть верующим? Это более хранить себя от всякого вида коррупции и нечистоты. И он идет дальше и говорит в 25 стихе «посему отвергнув всякую ложь, говорите истину каждой ближнему своему». Что-то очень простое. Не лгите. Люди врут постоянно. Это удивительно, как люди легко лгут и обманывают. Хотите поговорить о коррупции или о настоящей вере? Отложите все неправильно, отложите ложь в сторону. Будьте настоящими друг с другом. Потому что вы члены друг к другу. Мы соглашаемся, что будем истинными или настоящими друг с другом. Он говорит, гневаясь, не согрешайте. Слушайте, будет случаться, мы будем злиться. Я вот здесь стою и, наверное, звучу как очень такой верующий, религиозный парень. Но я не просто профессионально религиозный человек или верующий человек. Я был в резерве полиции штата Техас годами. Я сражался там. Пули летели. Иногда приходится доставать пистолет. Я никого не застрелил, но, послушайте, я не живу в монастыре. Я не живу в монастыре, я не монах. Мне надо жить в этом мире и как-то взаимодействовать с ним. И мне приходится сталкиваться, работать с людьми. И некоторые люди, с которыми я сталкиваюсь, они меня раздражали. И это может происходить. И вы будете в миру сталкиваться с людьми. Люди будут разочаровывать вас. И если вы посмотрите на Павла здесь, то он учит, что мы должны уучиться работать, разбираться с людьми, которые разочаровывают нас. И вот замечательный стих для тех, кто женат и замужем, мне. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не давайте дьяволу место даже ногой ступить. Мы взаимодействуем с другими людьми и можем раздражаться и гневаться. Но Павел говорит, не позвольте солнцу зайти во гневе вашем. Вы учитесь восстанавливать отношения, вы учитесь решать вопросы. Вы даете друг другу немного места, друг другу шанс. Благодать и вы... Вы просто смиряетесь с тем, что люди, они человеки, и они ошибаются. Поэтому не позволяйте солнцу зайти во гневе вашем. Если вы посмотрите на супружество, на брак, то вы увидите дом с тремя этажами и подвалом. Супружество — это трехэтажный дом с подвалом. И вот как происходит взаимодействие. Мужчина возвращается с работы домой, жена спрашивает, как дела? Он отвечает, хорошо. Что поесть? На самом деле это не настоящее взаимоотношение сердца. Оно очень лимитировано. Это где-то первый этаж. Вот все эмоции и страсть, которая была до этого, ушла. И можно сказать, что большинство взаимоотношений так и остаются жить на первом этаже. Я говорю, не, на самом деле большинство отношений в подвале. Там темно, холодно и сыро. Это мир холода, горечи и разочарований. И люди закрываются в гардеробах таких, в кладовках личных, темных, холодных и сырых. И большинство людей живут такую жизнь. И вот люди имеют дом, но живут в подвале. Многие живут на очень поверхностном уровне, не имея настоящих взаимоотношений. Некоторые только поднимаются на второй этаж, где учатся по-настоящему разговаривать друг с другом и уважать друг друга. И прощать друг друга, а не просто продолжать жить в гневе. И Павел здесь говорит, хотите быть настоящими верующими? Не позволяйте в этом гневе дьяволу иметь место в вашей жизни. И он идет дальше в 28-м стихе. Кто крал, впредь не кради. Лучше трудись, делая своими руками полезное. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Многие проживают жизнь без уважения другим. И безответственно. Зацикленными на себе, сконцентрированными на себе. И Павел говорит, если вы хотите быть настоящими верующими, начните. Начните работать и нормально относиться в работе. Не просто блуждайте по жизни. Люди просто дрифтуют у себя в головах. А жизнь так скучна. Надо новую девушку встретить, чтобы моя жизнь была интереснее. Вот эти все, которые были до этого, они скучные. Работа новая нужна. Что там по телеку идет? Многие просто сидят напротив телевизора. Это не жизнь. Это не функциональное проживание человеческой жизни. Павел говорит, хотите быть настоящими верующими? Работайте над этим. И вы также должны делиться с теми, кто в нужде. Часть того, чтобы быть настоящим искренним верующим, христианином, это значит разделять с другими людьми что-то. Даже с отличающимися от вас. Даже если это сложно заботиться и разделять с ними что-то. Когда Иисус Христос был на кресте, кровь, которая истекала из Него, Он мог использовать каждую капельку этой крови для Своего тела. Но она излилась за людей. Для людей. И люди, ради которых она была пролита, они оставили Его, отвернулись от Него. Даже этих апостолов, последователей Его, вы не увидите их там. Петр, помните, он говорил, Господь, никогда не покину Тебя. А Иисус говорит, давай подождем немножко. Иисуса арестовали. И кто-то сказал, Петр, ты же один из Его учеников, да? Петр говорит, никогда его не слышал. Кто-то другой говорит, слушай, ты разве не один из Его учеников? Он говорит, не, не, не. И потом одна женщина говорит, слушай, но ты похож, ты один из них. Он говорит, да нет, женщина, мы все евреи, все похожи. Я его не знаю, ничего о нем не знаю. Это то, что Петр отвечал. Очень интересно. Если вы посмотрите на Иисуса на кресте, все те люди, ради которых Он отдавал свою жизнь, они не заботились о нем, не волновались, они о себе беспокоились. И они о друг друге не заботились вообще. Они избежали, сбежали. Поэтому, если мы смотрим в Ефесянам 4 главу, согласно раввина Павла, который принял Иисуса, если вы хотите быть настоящим верующим, вы должны помогать и разделять нужды других, чтобы заботиться о них. Вам надо быть немножко щедрым. Хотите быть настоящим верующим? Надо быть щедрым со своими деньгами. Немножко щедрым со своим временем. Есть такой тип обезьянок, очень редкие обезьянки. И очень интересно наблюдать, как ловят этих обезьян. В Африке кокосы есть. И они сверлят небольшую дырочку в кокосе. И обезьянка унюхивает этот запах кокоса. И она так принюхивается. И дырочка такая маленькая, и обезьянка свою лапку засовывает в эту дырочку кокоса. И пытается там нагрившить ладошку. И оно такое предвкушение, очень хорошо. И пахнет замечательно. И вот она обожает этот вкус и чувство вот это. И ей так это нравится. И она не хочет отпускать это. И у нее рука в этом кокосе. И охотник просто приходит и берет обезьяну. Потому что она уйти с этим кокосом не может. Она никуда не может уйти и отпустить его не может. Она так любит этот кокос. Так же само с нами и с нашими денежками. Мы просто так это любим. Мы просто отпустить это не можем. И мы хотим больше и больше этого. И живем ради этого. Вы даже не задумываетесь, как это может быть ловушкой в вашей жизни. Что это может убить вас в жизни. Что это может быть вашей жестокой любовницей в жизни. Вы слышали о Венеусе-флай-трапе? Это есть флант. Это называется Венеусе-флай-трапе. Вот этот цветок. Есть, не слышали, такой цветок-ловушка? Он что-то с Венерой связан. Красивый такой цветок, он открыт, а он источает аромат. И насекомые летают и идут на этот аромат. И насекомые такие, вот о чем я говорю, сейчас нектар. И начинают смотреть на вот этот нектар. И это самое лучшее в мире. У меня мой обед шикарный. И они лакают этот нектар. И, конечно, смотрят, чтобы рядом других насекомых не было. Чтобы они тихонечко это делают. И пьют этот нектар. И так эта насекомая озабочена получить этот обед. Что не замечает, как сам становится обедом. Потому что когда насекомое насыщилось. И когда насекомое уже готово улететь, потому что хватит. Только потом он понимает, что цветочек-то закрылся над ним. И это насекомое само переварит. Это насекомое думало, что оно получило обед. Но истина заключается в том, что именно это насекомое и было обедом. И то же самое с жадностью. Люди просто... Люди по-разному теряют свое человеческое лицо. Они теряют чувство личности. И это то, о чем здесь Павел говорит о настоящем веровании. Настоящим верующим быть, это не идти в этот собор послушать этого священника. Это не молиться вот этой статуи из вот этой книги на этом языке. Настоящая вера не об этом. Это открыть Писание. И жить настоящими ценностями, описанными здесь. Посмотрите на 29 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. А только доброе для назидания вере. Дабы оно доставило благодать слушающим. Пусть ни одно злое слово не выйдет из ваших уст. Очень интересно. Настоящее верование. Послушайте, в неделе 168 часов. Вы в воскресенье в церкви можете провести, ну, два часа. Ну, вы можете синагогу посетить еще два часа. Вы можете прийти в дом поклонения. В дом молитвы какой-то, но у вас еще остается 166 дней, часов в неделю. Но настоящее верование будет от того, как ты практикуешь, практически живешь свою жизнь. И как ты практикуешь любовь. И здесь написано, пусть ни одно гнилое слово не выйдет из ваших уст. Но только доброе для назидания вере для тех, кому оно необходимо. Это безумные слова. Потому что Павел говорит, настоящий, истинный верующий, он думает о том, что он говорит. Пусть разрушающие слова не выходят из наших уст, те, которыми мы давим людей. В севрита это говорится злой язык. Ла-шан-ха-ра. Севрита-ра это зло. Ла-шан-ха-ра, злой язык. Если вы посмотрите на еврейскую культуру, она достаточно интересная. И если вы посмотрите на язык, язык относительно всего тела, он горизонтален. Это означает, чтобы он имел отдых. И он находится за зубами, как будто в клетке. Чтобы он не высовывался. А даже сверх зубов еще есть губы, чтобы оно было закрыто. И чтобы мычание только что было. Это означает, будь очень внимателен тем, что ты делаешь с этой штукой. Люди ранят других людей. И Павел говорит, если вы хотите быть христианами, пусть ни одно вот такое жестокое, злое, гнилое слово не изойдет из ваших уст. И 30 стих говорит, и не оскорбляйте Руаха Кадеш, святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Если кто-то становится истинным, настоящим христианином, они говорят, Господь, прости мне мои грехи. И я прошу Господа войти в мою жизнь и дать мне новую жизнь. Мы обретаем новую жизнь. Мы обретаем новое начало. И Павел говорит, не разрушьте этого. Позвольте мне дать вам иллюстрацию. Я никогда не курил, мне это не нравилось. А, я не любил сигарету, которая мне не нравилась. Не курил сигареты, которые мне не нравились. Я сейчас не курю, но я курил. И я любил всех курильщиков. Вот что проповедники говорят. Любил я сигарету, каждую. Каждую, вот каждую любил ее. Каждую затягивал и любил это. И я помню, как я начал курить. Я был небольшим парнем, около 12 лет. Мне был невзрослым парнем, 12 лет. Мой папа курил, моя мама курила. И я помню, как я начал курить. Моя спальня была на втором этаже в доме. И спальня моих родителей была на втором этаже. И была кладовка, шкафчик такой внизу, где мама прятала сигареты. И я помню, в ночи я пробирался по ступенькам. Семья спала. А я спускался по ступенькам. И знаете, когда идете по ступенькам, они звуки сдаются, крепучие. И я очень медленно шел. И я знал, где этот шкафчик был на кухне. И я очень медленно открывал. И там пачка сигарет была. И мое сердце стучало. Потому что я знал, если меня словят, меня арестуют и в тюрьму навеки посадят. 12-летний парень, сердце колотилось. Но я очень осторожно открывал дверь шкафчика. Брал немножко сигарет. Очень медленно закрывал дверцу. Я шел, курил сигарету. И потом очень медленно поднимался. Мое сердце колотилось, я был напуган. Я знал, что я делаю неправильно. Я знал, что это грех воровства. Но знаете, с практикой все становится идеально. Да, в 12 это было так. А через пару месяцев я просто спускался и брал. Вообще, все равно взял четыре штучки. Я уже брал пачками сигареты. Поднимался. И каждый раз сердце все еще колотилось. Но теперь это меня не беспокоило. Думаю, который час? Так, спят уже. Пошел я. Уже ничего не колотится. Грех вот такой. И практика делает это совершенным. И знаете, что люди практикуют проживать бедно свою жизнь. И сначала оно беспокоит их, а потом даже перестает беспокоить их. Вот сейчас изменить своей жене, оно меня беспокоит, а потом даже не беспокоит. Я краду в первый раз, оно меня где-то тревожит, а потом уже и не тревожит. Я знаю, что врать не хорошо, но я делаю то, что я делаю, и меня это не беспокоит. И многие люди проживают свою жизнь на разных уровнях деградации. И знаете, что происходит? Некоторые начинают чувствовать себя виноватыми. И они молятся и говорят, Господь, прости мне мои грехи. Приди внутри меня и сделай меня новым. Дай мне новое сердце и новую жизнь. Приди внутрь меня и наполни меня Духом Святым. Когда кто-то так делает, они рождаются свыше. И потом Дух Божий обитает внутренне. И в 30 стих Павел говорит, не обижайте Духа Святого, не оскорбляйте Его. Того, которым вы запечатаны. И другими словами, не испортьте все снова. Я встречал людей, которые были грубые, жесткие и слабые. Но когда они принимали Иисуса в свою жизнь, они становились как дети, абсолютно новыми. И Павел здесь заканчивает, и мы тоже здесь закончим. И апостол Павел говорит, всякое раздражение и ярость пусть уйдет. И гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою. Бог говорит, удалите это все. Но вместо этого написано, будьте добры друг к другу. Сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог в Христе опростил вас. Знаете, я считаю, что в церкви люди слишком много читают молитвенных книжек. Я думаю, что вот эта книжка достаточно хороша. Я считаю, что люди должны больше посвящать времени чтению этой книги. И даже проповедники. Проповедник может говорить 45 минут. Он может проведет 45 секунд чтения в Библии из этого времени. А потом говорит о всех этих разных вещах. Я считаю, что людям нужна просто эта книга. Сегодня у нас был шоппинг. И мы зашли в один магазин, он назывался Сефер. И вот они здесь сегодня. Мы с ними познакомились там в этом магазине. И у моей жены замечательный вкус. Она выбрала себе вещь. И Татьяне кое-что понравилось. И мы решили ей подарить вещь. И потом мы ушли. А потом я подумал, не, я тоже хочу. И мы вернулись в магазин. И вот замечательная пара. Талантливые люди. Хороший магазин. Очень стильно. Послушайте, всем вам нужен Сефер. Будете выносить Сефер, ихнюю одежду или нет, это от вас уже зависит. Но с Еврита, Сефер, это книга. Это означает книга. Людям нужна книга. Слово Божье. Тот, который учит о том, как жить. Вот что сегодня делают ребята. Парню надо найти хорошую девушку, и они будут счастливы. А девушка говорит, надо найти парня с кошельком, и все будет хорошо. Но истина заключается в том, что надо искать стиль жизни, как жить, учиться жить. Люди не знают о искусстве жизни и о искусстве любви. Люди учатся любви из тупых шоу телевизионных. Или из порнографии пытаются научиться. Но там нет инструкций. Но если вы посмотрите в Библию, мы рождаемся свыше. И Библия, Писание дает нам инструкции. И я хочу перепрыгнуть в 21 стих. И скажу кое-что, что Павел говорит о супружестве. И потом я снова попрошу мою любимую супругу Берри подняться. Потому что она должна поделиться о том, как быть незамужней. Потому что мы все еще молодожены и женаты всего 18 месяцев. И Берри прожила всю свою жизнь не замужем. Но она не просто проспала свою жизнь. Она была... Она не имела с другими. Она религиозная девушка. Она не просто проживала свою жизнь, спя с кем-то. Она была религиозной женщиной, верующей. Я знаю, что многие не проповедуют так из книг Павла. Но я так делаю. Но я через два дня уеду, не переживайте. Но смысл в том, что она поделится кое-чем. Но Павел тут говорит о том, что означает быть истинным верующим. И вот, что он пытается сказать для тех, кто хочет быть мужем, боящимся мужем и боящейся женой, боящимся Господа. И мы посмотрим на кое-что, то, что часто очень неправильно истолковывают. Если вы посмотрите на 21 стих. Пятой главы Ефесян. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Люди должны учиться повиноваться друг другу. Очень часто во взаимоотношениях у одного человека власть. А другого подталкивают и пинают. А здесь написано, повинуйтесь друг другу. 22 стих говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Написано, да, дамы, пытайтесь повиноваться своему мужу. Потом он повернулся к мужьям и говорит, мужья, повинуйтесь своим женам. Эти вещи работают в две стороны. Но есть много семей, где в семье один человек имеет всю власть. Этот человек ходит в церковь. Он может быть даже диаконом или священником в церкви. У него может быть титул. Но мне все равно, он не богобоящийся муж. И я говорю это прямо в лицо. Мне все равно, какую одежду, мантию ты носишь. Чтобы быть богобоящимся мужем, надо подчиняться друг другу. И здесь 22 стих говорит, жены, повинуйтесь мужу, как Господу. А потом в 23 стихе он кое-что говорит, что часто неправильно понимают. Потому что муж есть глава жены. Как и Христос, глава церкви, или Мессия, глава тела. Когда Павел говорит, что муж глава семьи. Жены, простите. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям ко Господу. А мужья, вы глава жены. Мужчины, не ведите себя так, ага, послушай, вот что написано. Я мужик, я лидер. Здесь написано, глава, голова. Муж, глава жены. Это я, я мужчина. Когда я работал над своей докторской диссертацией. Один из профессоров, который работал со мной над ней. Ее звали Патрисия Дэйвис. Она защитила свою докторскую в Принстонском университете. Слышали о таком университете? Очень известный университет в Америке. Один из элитных. И часть ее докторских работ, исследований, Она в убежищах вот этих брошенных женщин находила, исследовала. Женщин, которых избивали. Знаете, когда женщины избивают, не всякая из них звонит в полицию. И в Америке статистика такая, что одна звонит раз в семь раз. Одна из семи звонит только. И обычно полиция может приезжать в дом там раз в семь. До того, как женщина рискнет сказать, что она хочет выбраться из этого. И вот одну женщину избивали пятьдесят раз. И знаете, вот я, будучи и профессором, и пастырем, В моей второй карьере как полицейского офицера и детектива, Я сталкивался с убийствами, когда мужья убивали своих жен. Я видел женщин, которых резали ножами. Которых выстреливали в головы. И одна из них умоляла за свою жизнь. И он просто приставил пистолет к ее виску. И нажал на курок. И она упала. И она замерла в той позиции умоляния за свою жизнь. Она знала, что он ее убьет. Потому что у нее были записи, диктофон нажат под ее подушкой. И когда вот эта профессор, женщина, Патрисия Дэвис, работала вот в этом убежище для женщин таких, Она задавала вопрос женщинам, почему они остаются в таких взаимоотношениях так долго. Христианки Многие цитируют этот стих. Но муж же глава жены, и я знала, что я должна остаться и почитать это, и следовать этому. Она считала, каждая из них, что Бог на стороне ее мужа. И религия заставляла делать все, чтобы принять эту идею, эту версию. Потому что муж глава, значит, он начальник. Но я не вижу это так. Когда Павел говорит, что муж глава жены, что он на самом деле подразумевает? Есть два греческих слова для слова голова. Одно слово говорит о власти. Я начальник. Ты должен слушаться. И знаете, как полицейский офицер, я знаю, что такое ходить в такой власти. Короче, послушайте, я сейчас здесь главный, и вам придется меня слушаться. Я знаю, что такое двигаться вот в такой власти с людьми, которые на улице. И также я знаю, как двигаться с такой властью, как руководитель вот таких команд, таких полицейских. У меня ранг повыше твоего, так что я здесь начальник. Я глава. А тебе надо подчиниться. Есть вот такое слово для описания головы. А есть второе, греческое арке. Откуда вы берете слово правитель. Знаете, есть епископ, а есть архиепископ. Тот начальник епископа. Есть ангелы, а есть архангелы. Глава. И вот это также греческое слово о власти и главе. Использует ли Павел слово арке как глава в данном месте Писания? Нет. Есть второе слово для главы. Есть второе, оно означает кефле. Это другой вид вообще слова. Это другое слово для головы Писания, но оно абсолютно другое по смыслу. И позвольте вам такой армейский образ. Потому что я работал в полиции, и для меня знакомы вот эти полицейские и военные термины. Допустим, вы группа солдат в лесу. Десять из вас, вы идете сквозь лес. Вы на задании, вы идете выполнять цель какую-то. Десять солдат. У вас есть лейтенанты. Пару сержантов. Капралы или офицеры. И пару солдат. Есть у вас такое в украинской армии? И вот что происходит. Вы все идете через лес. И вы должны быть очень осторожны. Снайперы могут быть на деревьях. Это зона военных действий. Здесь могут быть мины. Мины, которые под ногами взорвутся. Вы растяжки. Вы понимаете, о чем говорю? Вы часть армейской группы, отряда. Вы идете через лес. И вы идете в формате клина. Так как гуси летят, как птицы клином летят. И будет один человек, который будет возглавлять это. И мы говорим возглавляющий. Он видит, что все остальные только за ним. И он вот особо насторожен. И он осторожно высматривает все на деревья. И он внимательно смотрит на землю. Он несет на себе ответственность за всех, кто за ним. Ни один не может идти так долго сфокусированным, серьезно. Если этот первый упал, тогда следующий кто-то... Он устал, и кто-то следующий становится возглавляющим, ведущим. А вот этот возвращается в конец группы. И потом кто-то другой ведет. И потом устает, и кто-то третий ведет. Человек вот этот, который возглавляет группу... Он голова группы. Если он говорит, стоп, все стоят. Если он говорит, вперед, все идут. Если он видит что-то, он говорит, ты, ты, вы слева. У него, в принципе, на самом деле нет власти над другими солдатами. Он может быть рядовым. Он может быть просто рядовым, без рангов. Но когда он говорит, стоять, даже лейтенанты останавливаются. Он в данный момент глава группы. И слово «глава», которое тут Павел использует... Это слово «кефле». И это вот слово «возглавляющий группу». Тот первый, который в бой входит. Это не тот глава, который всех пинает. Это тот вид главы, когда ты несешь ответственность за все, кто за тобой. Позвольте мне проиллюстрировать так еще. Допустим, я где-нибудь с моим супругой и детьми. И вижу проблема. Кто-то испортил ей настроение. Или кто-то раздражает того, кого я люблю. В тот момент они вряд ли увидят во мне религиозного лидера. Если кто-то стоит на пути у моей жены. И мне все равно, какая у них с ней проблема. Теперь у них будут проблемы со мной. А я не тот парень, с которым можно шутить. Послушайте, я пожилой человек. Я тренированный убийца. Я обученный убийца. Я старый полицейский, наученный общаться с оружием. У меня достаточный арсенал, есть оружие. И у меня черный пояс под тэквондо. Вам не нужны проблемы с моей женой. Я может быть и пожилой, но вы с ней проблем не хотите. Вот это муж глава своей жены. Это не значит, что я ее пинаю вокруг. Это означает, что я первый в любой драке. Это значит, что я смотрю, забочусь о ней, смотрю за ней. Вот к чему обращается Павел. Он говорит сначала, да, жены, вы почитайте своих мужей. И он говорит, да, мужья, вы глава жены. Но это не то командование, когда вы всех пинаете. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 24 стих. Как мы все здесь слышали, хотим, чтобы слышать Иисуса и подчиняться Ему. Но мы слышим, что Библия говорит, мы хотим это делать. Понятно, дамы, вы хотите быть поддержкой вашим мужьям. Но обратите внимание на 25 стих. И я вот с ним и закончу. Потому что хочу, чтобы все-таки мою любимую жену вы услышали. Там написано, мужья, любите своих жен. Что это значит? Слово «любовь» — очень интересное слово. Это еврейский глагол «ахав». И откуда же пришло это слово? Я сегодня встретил своих лучших дизайнеров одежды. И их магазин называется «Сефер». И я попытался им объяснить, что означает «Сефер севрита». Это еврейское слово. Очень известное слово еврейское. Я не знаю, может, у людей за спинами какой-то еврейский опыт. Не знаю. Но для меня интересно, откуда корни каждое слово берет. И вот слово «любовь», когда говорится «Мужья, любите своих жен». Что слово «любовь» означает? «Любовь» — это глагол «ахав». Давайте скажем «ахав». И мы знаем севрита эту фразу «ахавта». «Ве ахавта» — «мы должны возлюбить Господа всем сердцем своим». Абрахам Меламет, он профессор в еврейском университете. Он говорит в Иерусалимском университете, что, слушайте, христиане так много говорят о любви к друг другу, но они даже не знают, что это слово означает. Любить кого-то означает делать что-то доброе от чего-то имени. Итак, мужья, любите своих жен. Делайте доброе от себя для них. Заботьтесь о их благополучии. И это совершенно радикально противоположный стиль жизни. Завтра мы закончим с ефесянами. Босс, начальник Валентин, хотел, чтобы я приехал с Америки и учил. И он хотел, чтобы я приехал и поделился с вами. Искусством жизни и искусством любви. Разобраться с тем, что называется по-настоящему быть истинным христианином или истинным верующим. И мы в девять закончим. И вот сейчас я хочу все оставшееся время отдать моей любимой супруге, если она хочет его взять. И я хотел дать вам что-то изнутри Писания, что означает хорошая жизнь. А я хочу, чтобы моя супруга поделилась, что означает жить незамужней или одной столько лет. Я могу, конечно, рассказать историю, как мы познакомились и поженились, но я хочу, чтобы вы ее услышали. Приглашаю мою любимую жену доктора Берри Сайф. И я обращаюсь к женщинам, которые одинокие, может быть, разведенные, снова одинокие. И к мужчинам, которые одинокие, не женаты или разведенные, снова одинокие. У меня три брата, и я единственная сестричка. У моих родителей были замечательные взаимоотношения. Пока мой папа не отошел к Господу. И у меня была дана хорошая модель любви, картина. И это то, чего я хотела в жизни. И, конечно, тяжело уместить свою 61 год жизни в 20 минут. Итак, в 1980-м возрасте 26 лет я... Я пришла к Господу, покаялась. Я говорила вам, да, что мой моральный компас был сломан, сбит. Я, you know, был сексуально разрушен несколько лет до этого. Я у меня было вещи, чтобы работать. Надо мной сексуально надругались пару лет до этого. И мне пришлось разбираться с этим. Но Бог сделал меня, Иисус сделал меня кошерной. И собрал меня снова вместе. В 36-м псалме, 4-м стихе, говорится... Наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Верите ли вы в Божьи обетования или нет? Я задавала себе этот вопрос. Верю ли я в обетование Божье в мои 20 лет, в мои 30 лет, в мои 40 лет, в мои 50 лет, и в мои 60 лет. Мои родственники, братья женились, разводились, снова женились, а я все одиноко. И где-то, когда мне было 28, появился человек, которые заинтересованы были во мне, когда мне было 28. Но тогда я была очень сконцентрирована на своей диссертации, поэтому я была не заинтересована ни в нем, ни в ком-либо другом. Поэтому, прости, дорогой, за столько лет. Я продавала покрытие для крыш, черепицу и все, что с этим связано. И всегда работала с мужчинами. Но в мои ранние годы хождения с Иисусом Показал мне важность того, чтобы пребывать в Его Слове ежедневно. Я хотела обновить свой образ мышления. Я верила в Его обетование. Значит, если полагайся или посвяти свою жизнь Господу и наслаждайся им, значит, наслаждайся Господом. И поэтому я прошла этот путь вот в одиночестве, вот так с Господом. Это означает ни клубов, ни баров. Абсолютно новый способ жизни. И даже в 1990-е была программа в Штатах Ожидающая истинной любви. Ищущая истинную. Настоящая любовь ждет? Настоящая любовь ждет. Такая была программа. Одинокие люди, может быть, разведенные люди. У них было такое кольцо, которое они все носили. И они давали обещание, что пока они не найдут свою настоящую любовь, они никаких сексуальных взаимоотношений ни с кем с противоположным полом иметь не будут. Но, смотрите, я христианка, я женщина. Да, я верующая, но у меня были чувства, и, простите, у меня же глаза все еще есть. Но Иова, 31 глава, 1 стих, помните, он заключил завет со своими глазами Иов. И если это сработало с Иовом, значит, этого было достаточно для меня. И если Бог пошлет мне супруга, мужа, у меня есть что-то хорошее, что-то плохое, но я ожидаю самого лучшего от Господа, чтобы он мне дал. А жизнь продолжается, жизнь продолжается, а я одинокая. И сама... И вот ты одинок, проживаешь всю свою жизнь, все праздники, День Святого Валентина, год за годом в одиночестве. В одиночестве, в новогоднюю ночь. Никакого ребенка, да, нету, как в Библии написано, женятся, потом дети, это не про меня. И я одинока, и вот где-то в мои сорок я подумала, что я буду вот довольна тем, что есть. И я буду наслаждаться своим одиночеством, пока Бог не примет решение поменять мой статус. У вас у одной целая кровать. У вас есть телефон, айпад, компьютер, телевизор с пультом управления. Понимаете, о чем я говорю? И вот я дошла до 61-го, и вот сейчас спрашиваю, может, поднимешься, поделишься со мной на сцену о том, как мы соединились, потому что я уже приняла решение, что никогда не выйду замуж. Бог дал мне удовлетворение вот оставаться такой, как я и есть. It was not easy at times. Я знакома давно была с Джеффом, но на профессиональном уровне и на таком дружеском. He had been on a television show for over five years. He had me on the show with him. We were friends. И он пять лет где-то вел программу на телевидение христианскую, и он иногда приглашал меня к себе в шоу. Мы были друзьями. And he had been a wonderful husband, and I'm going to give it to him. Сережа, можно еще это отключить? И мы были друзьями, и он был счастливо женат. А ну поднимите руки, кто здесь одинок. Не женаты. Слушайте, есть разные пути, как люди хотят поменять, как можно поменять этот статус, если они хотят поменять этот статус. В миру, как это работает, если вот есть парень такой, как я. Допустим, я хочу жениться. Я вот встречусь с этой девушкой, повстречаюсь с ней. А потом, может быть, вот с этой и вот с той. Это любит это, это любит то. Люди спят друг с другом. Вот это прикольное, вот с ней хорошо. И вот ребята прошли сквозь вот этих всех девушек, и потом думают, вот та, наверное, самая лучшая. Да, она прикольнее всех остальных. Наверное, на ней я становлюсь. Это не тот путь, как мы сделали. Мы были верующие люди. Я не ходил вокруг и не строил отношения с десятью разными женщинами. Я спрашивал в своем сердце, что Бог имеет для моей жизни. И я не приглашал Берри на свидание, не пробовал спать с ней пару раз, чтобы попробовать, как это до того, как окольцуешь себя. И мы были в согласии, что никаких прикосновений, ничего, никакого секса. Только поцелуйчики были. Он ей сказал, помолчи, пожалуйста, на иврите. Да, это звучит, конечно, на иврите, шекет бэвэкэша, это закройте свой рот, пожалуйста. Ну, мы играем словами. Но я на самом деле хотел Бога, чтобы Бог привел правильного человека. И Бог сделал это, очень интересно. Я работал как ученый, как профессор над разными книгами. И я работал над новым переводом Библии. И моя супруга тоже ученый, ну, тогда еще не была супругой, и она тоже работала над этим проектом. И я на телевидении в Америке был много лет. И я приглашал Берри как гостя на мои программы также. И я действительно вопрошал Бога, и после смерти моей жены от рака. И я сказал Берри, когда я тебя впервые увидел 32 года назад, я считал, что увидел самую красивую женщину, которую я видел в своей жизни, и внутренне красивую, и внешне. И сейчас я считаю тебя еще более красивой, чем ты была тогда. И я думаю, что после того, как я закончу, а надеюсь, когда закончу скорбь по своей ушедшей жене, если ты согласишься, чтобы у нас был диалог, и мы точно это сделали, если вы поняли. Валентин хочет, чтобы я кое-что показал вам, что только он знает об этом. мы последователи Христа, мы последователи Христа, Иисуса, и мы другие люди. Есть что-то отличающееся в нас. Да, мы носим такую же одежду, как другие. И сегодня я одену то, что я купил в Сефире, и это я буду лучше, чем другие. Мы носим одежду, и оно похоже, но есть что-то внутри нас, что отличается. И я хочу показать вам пример этого. За пару дней до того, как мы поженились, мой сын был наверху, на втором этаже, и смотрел, в шкафчиках что-то смотрел. И он говорит, послушай, я нашел послание от мамы, которое она оставила тебе. И я работал на телевидении, и продюсеры приходили в мой... Бывшая жена Петти приглашала продюсеров в дом. И съемочную команду. И снимали видео о чтении книжек для еще не спасенных, не рожденных детей. Книжки читали для беременных. И она оставила послания детям. Она подписала поздравительные открытки с днями рождениями на 50 лет вперед для наших детей. Я знал об этом. Но когда мой сын Зак сказал, пап, тебе на это надо посмотреть. Это было видео, которое моя первая жена сняла для меня. приветствующее видео новую супругу мою. В семью нашу. Патти и я говорили о смерти постоянно. Мы с моей супругой говорили о смерти постоянно. И я всегда думал, что я умру первым. Я люблю на Харлее гонять. У меня спортивная машина. И я коп. Я думал, что я умру точно первый. И когда Патти умирала, мы купили круиз на лодке. Мы сидели там, у нас был обед. И я сказал, you know, honey, I never thought that you would be dying and not me. И я сказал, любимая, я всегда думал, что я уйду первый, а не ты. И она мне сказала, когда я умру, женись на Берри. И, слушайте, меня жалобить тяжело. Я сильный человек. И я сказала, послушай, ты пока еще жива. Она говорит, слушай, Берри будет классной женой для тебя. Моя супруга, первая Петти, она знала об этом еще до того, как мы поженились. Что была женщина, которую я очень хотел видеть в своей жизни. Это была Берри, а она не хотела меня тогда. И это была Берри. Она знала, что 30 лет назад мое сердце было с Берри, но мне отказали. И я пережил это, и мы пошли дальше, и у меня было 30 замечательных лет с Петти. И Петти знала, что Берри никогда не была замужем. И она говорит, когда я умру, пойди и поговори с Берри. Она не знала, сделаю я это или нет. Но до того, как она умерла, за пару недель до того, как она умерла, она оставила приветственное видео, которое приветствует новую жену в семью. Она минуту и 16 секунд идет. Вы можете прожить всю свою жизнь и никогда не услышать ни одного подобного слова. А я хочу, чтобы вы услышали. И мы посмотрим, а потом я попытаюсь перевести. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Hi, Jeff. I imagine you're remarried now. And hi, Jeff's wife. I hope that you're having fun, that you're blessed, and that you are really both together serving the Lord. I trust that you'll be comfortable new wife in my family with my amazing children and grandchildren. And I probably, you will probably be a person who loves the Lord, who's in a ministry, who will help Jeff and his work, who will help pick up some work that I have and not able to do. I just want to welcome you and tell you that it's good, it's all good. Have a joyful life. And I know my husband, I know you, Jeff, that you'll make a really good choice. And be blessed. Love you. She said, hello, Jeff. I hope you're married. I hope you're married. a new wife, Jeff. I hope you're a new family. I hope you'll be comfortable with my children and my grandparents. And I hope you love God, that you're a faithful person, and that you're going to continue to do service for God, that you're going to love each other, and that everything's fine. I welcome you in our family. Love each other and be blessed. Thank you. Thank you. I'm going to close by asking Barry to pray. And we'll close by asking I'm going to close by asking Barry to pray. People can be very lonely in life and hurting in life. People can be very lonely in life and very ранены. And what we want to be as persons, we want to help other people. And then we want to see God's hand in our own life, leading us successfully into our future. And then we want to see God's hand in our own life, leading us successfully into our future. I think it's a very good step for us to turn our lives over to God. And I think it's a very good step for us to turn our lives over to God. Ask Him to come into our hearts. Попросить Его прийти в наше сердце. Открыть Библию и найти что-то близкое для нас, то, что Он говорит. И мы библейское обучение закончим с вами завтра. И я хочу попросить мою любимую супругу помолиться. Если кто-то из вас здесь находится и ищет кого-то для своей жизни, или вам нужен прорыв в ваших семейных отношениях, в ваших семьях сейчас. Я не хочу просить людей, чтобы вы поднимали ваши руки и выходили вперед. Берри, сможешь повезти нас в молитве, просто вот так, как мы сейчас находимся. И потом, Равин, вы можете выйти и завершить служение сегодняшнее. Давайте помолимся. Дорогой Отец, Господь, мы приносим себя самих в это тихое место, где только ты. Спасибо за то, что ты говорил в наши сердца сегодняшним вечером. Спасибо за твою любовь к нам и ко мне лично. Спасибо за то, что у тебя совершенный план. И времена, и мы не понимаем часто твоих путей. Но мы признаем, что твой план, он совершенен. Боже, если мы сбились с пути, направь нас снова на путь правильный к Тебе, доверять Тебе, и тренировать свое сердце и свою веру, это очень сложно. Но спасибо за Твое послание, Господь, сегодня. Ободри каждого из нас слышать Твое Слово и читать Твое Слово, слышать Твой голос и смотреть на Тебя, взирать на Тебя. Спасибо за то, что Ты работаешь в наших жизнях. Спасибо за то, что Ты всемогущий, наблюдаешь за нами, и что все сработает во благо нам. Спасибо за то, что когда мы одиноки, мы можем смотреть на Иисуса и в Нем находить успокоение. Утешь нас и явись в наших жизнях, как это написано в Твоем Слове. Покажи знамения Твои на благо. Боже, Боже, я молюсь за каждого человека здесь. Помоги им в их супружествах, отношениях. Помоги им, если они одиноки или разведены. Помоги им осознать, что быть одному или в супружестве обе стороны это дар. А Ты самый больший дар. Спасибо за вечную жизнь, которую мы можем найти в Мессии Иисусе. Благослови каждого человека здесь. Боже, и верни их всех завтра на это же место с радостью. Помоги, Господь, нам иметь нашу духовную антенну, настроенную, чтобы мы понимали, что Ты собираешься делать. Мы ожидаем с великим предвкушением и мы молимся во имя, которое над всеми именами. Иешуа, Иисус, наш Спаситель. И наш Мессия. Аминь. Аминь.